Здравствуйте! Сегодня мы начинаем показ цикла передач Их имена в названиях улиц Мы попробуем узнать и рассказать Почему улицы называют именами людей? Сейчас мы находимся на Кутузовском проспекте Он находится в Западном административном округе Москвы Проспект проходит через площади Таргамиловская застава и площадь Победы Кутузовский проспект является одним из важнейших транспортных магистралей столицы А знаете ли вы, почему такая важная магистраль нашего города носит имя Кутузова? А дело в том, что во время Отечественной войны 1812 года В районе современного Кутузовского проспекта Состоялся военный совет в филях под руководством Кутузова Рядом с местом, где стояла знаменитая изба На Кутузовском проспекте был открыт музей Панорама Бородинская битва Большинство улиц Дорогомилова носят имена героев в войне 1812 года Улица Барклая, Раевского, Ермолова Поэтому неудивительно, что главная улица района Кутузовский проспект получила имя главнокомандующего российской армии Михаила Илларионовича Кутузова Михаил Илларионович Кутузов родился 16 сентября 1745 года В дворянской семье Получив отличное домашнее воспитание Уже в 12 лет был зачислен капралом в военную дворянскую школу В 1761 году, в 16 лет, он получил первый офицерский чин А еще через год в чине капитана был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка В главе которого стоял Суворов Такая стремительная карьера юного Кутузова Объясняется не только хорошим образованием Но и хлопотами отца, имеющего вес в военных кругах Настоящей школой воинского мастерства Стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-1774 годов В июле 1774 года Кутузов был тяжело ранен Пуля через левый висок вышла у правого глаза Во время осады Очакова, 1788 год Кутузов получил второе опасное ранение Пуля прошла на вылет из виска в висок Позади обоих глаз Хирург Масса, лечивший его, был очень удивлен Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому Ибо он остался жив после двух ран Смертельных по всем правилам науки медицинской И впрямь судьба предназначила Михаила Илларионовича великим свершением Он успешно участвует во многих воинских сражениях Проявляет талант и мудрость полководца Успешно несет дипломатическую службу в Стамбуле Завоевывая доверие султана Его назначают на важнейшие посты в Финляндии, Голландии, Литве Где он выполняет ответственные дипломатические поручения Однако наиболее ярким событием в биографии Кутузова Стала военная кампания 1812 года против французов Он не сразу был назначен главнокомандующим русскими войсками Придя к руководству, когда размолвки в генеральской среде достигли критической точки Однако его действия, иногда идущие в разрез с ожиданиями армии и общества Привели к фактической гибели французской армии В честь победы русского народа в войне 1812 года На Кутузовском проспекте были воздвинуты московские триумфальные ворота Или, как их еще называют, триумфальная арка Выдающийся полководец Михаил Илларионович Кутузов Остался в памяти потомков легендарной фигурой После смерти его забальзамированное тело было перевезено в Петербург И похоронено в Казанском соборе На этом наша передача заканчивается До новых встреч!